Начало большого лета. На Майдане начались репетиции перед празднованием Сабантуя. В эти выходные в Автограде он даст старт череде летних гуляний. Официальная дата его проведения в Челнах – 16 июня. А участниками, помимо челнинских коллективов, станут иногородние гости. Какие площадки будут предложены горожанам и что можно будет посмотреть на праздники – материали Любови Захаровой. На городском ипподроме праздник начнется в 11 часов, где состоятся традиционные скачки. Не только на лошадях и пони, но и верблюдах. В этом году впервые будет показана борьба к корешу на поясах на лошадях. Зрители увидят в программе полюбившуюся джигитопку, после чего празднование переместится на главную площадку города – Майдан. С 10 часов утра в парке Бребрежной начнут работать малые майданы Акиат и деревенька, которые предложат челнинцам и гостям города развлекательные программы. В стилизованной деревеньке гости праздника смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в городе Набережные Челны. В программе примут участие лучшие детские и взрослые коллективы города. Зрители смогут и сами принять участие в празднике, причем не только в спортивных мероприятиях. Умельцы-профессионалы предложат мастер-классы по вышивке, резьбе по дереву и чеканке. Кроме того, впервые у входа на Майдан будет работать площадка автогиганта, где будут представлены камазы различных серий и многое другое. Параллельно в 11.00 на главной сцене Майдана начнется театрализованное представление, темой которого станут старинные татарские песни, обычаи и легенды. В 12.30 на Майдане начнутся спортивные состязания и народные игры. Одной из самых зрелищных станет борьба Куреш, в которой челненцы-гости города померятся своими силами за звание абсолютного батыра и главный приз – барана. Продолжится празднование концертной программы с участием звезд татарской эстрады, а завершится перволетнее празднество фейерверком, который прогремит над городом в 22.00. Любовь Захарова, Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Эльнар Мустафин, Челни, 24. Продолжение следует...